Хай, Митнон Арвея, ваш учитель норвежского языка. Я все еще во Львове, но все равно я не забываю про вас, поэтому буду вам еще одно тематическое видео снимать. Я сподеваюсь, что все мои украинские друзья, они понимают, что я не буду каждый раз говорить украинской мовой, потому что я же хочу, чтобы все мои русские, белорусские, казахские, мои иншие друзья, все, что я сразумил. Поэтому для тех, кто не понял, учитывая украинский, но сегодняшняя тема – это погода и, как спросить, как погода в Норвегии. И у меня, как обычно, когда я путешествую, у меня такие флеш-карты, и вот здесь у меня вот текст. И первый вопрос, который мы можем задавать, это ВУДАН АР ВАРЕ ИДАГ, то есть, как сегодня погода. ВУДАН, как, АР, есть, ВАРЕ ИДАГ, погода в сегодня. Мы можем по-другому задавать, или можно спросить, как будет погода завтра. Итак, одна маленькая разница, ВУДАН БЛИР, будет ВАРЕ ИМОРН. ИМОРН – это завтра, В – завтра. ВУДАН БЛИР – это будет. То есть, ВУДАН АР ВАРЕ ИДАГ, ВУДАН БЛИР ВАРЕ ИМОРН. Есть ещё вопрос, можно спросить, ты видел прогноз погоды? И вот, ХАРДУ СЕТЬ – ты видел? ХАРДУ – видел ли ты СЕТЬ? СЕТЬ – это глагол, видел? ВАРЬ – это погода, и МЕЛИН – это как сообщение, и это значит прогноз погоды. ВАРМЕЛИН – можно добавить, можно просто так. ХАРДУ СЕТЬ ВАРМЕЛИН – или можно говорить ХАРДУ СЕТЬ ВАРМЕЛИН – ФОР ИГАГ, то есть для сегодня, ФОР ИМОРН – для завтрашнего дня, ФОР НЕСТЮКЕ – для следующей недели. Вот. Есть ещё несколько выражений, можем говорить, как ответ, ДЕ БЛИР – будет, потом продолжаем ОВЕШИТ – облачно. Можем говорить ДЕ БЛИР КАЛД – будет холодно. Можем добавить ВЕЛЬБИ – будет очень холодно. ДЕ БЛИР БЕЛИКАЛД – или можно говорить ВАРНТ – это тепло. ДЕ АРВАНТ – это тепло. ЕСТЬ ОЧЕНЬ ТЕПЛО – или ЖАРКО – у нас только одно слово. Ещё СНЁ СТОРМ – МЕТЕЛЬ – СТОРМ – это ШТОРМ. РАЙНВАР – это ДОСТОВАЯ ПОГОДА. И можем ещё пользоваться глаголами, когда мы отвечаем на такой вопрос. Мы можем говорить, что ДЕ БЛОСЕР – дует. ДЕ БЛОСЕР – КРАФТЫ – ОЧЕНЬ или СИЛЬНО. КРАФТЫ – это СИЛЬНО. ДЕ БЛОСЕР – КРАФТЫ – СИЛЬНО ДУЕТ. Можно говорить РАЙН – ИДЁТ ДОСТЬ. СНЁР – ИДЁТ СНЕГ. ДЕ СНЁР КРАФТЫ – СИЛЬНО ИДЁТ СНЕГ. Но погода не всегда плохая в Норвегии, поэтому тоже можем говорить СУЛЛА ШИННЕР – СОНЦЕ СВЯТЫТ. Вот. И потом ещё есть несколько слов новых для вас. Если нет, по-моему, все слова были там, шестьсот восемнадцать слов. Но я знаю, что не все из вас выручили все, поэтому будем повторять. Есть СОММЕР, БОР, ХОСТ и ВИНТР – это ЛЕТО и так далее. НЕСКОЛЬКО НОВЫХ СЛОВ ПАРАПЛИ – это ЗОНТИК. РАЙНЬОКЕ – это дождевая куртка. ГЮМИСТОВЛЕР – это резиновые сапоги. Ещё есть ВАНДАМ – это лужи. ВАНДАМ. Вот. И потом последнее выражение. Можно говорить, что мне холодно или жарко. Вот. Когда мы говорим… Такая у нас такая простая конструкция. ЯЙ ФРИСЕР – я холодаю, типа, или «МЕНЕ ХОЛОДНО». Или можно говорить «ЯЙ АРКОЛ», то есть «Я ХОЛОДНЫЙ». Это то, что мы говорим, когда мы имеем в виду «МЕНЕ ХОЛОДНО». Вот. ЯЙ АРКОЛ. Можно говорить «ЯЙ АРВАРМ», то есть «МЕНЕ ТЁПЛЕНКО». ЯЙ АРВОД – «МЕНЕ ХОЛОДНО». ЯЙ АРЕННОМ ВОД. Я совсем промок. Это может быть и ответ на вопрос «ФРИСЕРУ» или «ТебЕ ГОЛОДНО?» ЯЙ ФРИСЕР. Ты можешь задавать вопрос «АРУ КАЛ», «АРУ ВАРМ», «АРУ ВОД». И то же самое. Ещё последнее предложение – это «КАН ВИ СНАККЕ ОМ НУА АНТ?» Можем поговорить о чём-нибудь другом? КАН ВИ? Можем ли мы? СНАККЕ ОМ? Говорить о чём? О чём-то? НУЭ – это что-нибудь или чём-нибудь? АНТ – другом? КАН ВИ СНАККОМ НУАНТ? Можем поговорить о чём-то другом? Вот. Это всё на сегодня. Желаю вам удачи. Учите норвежский язык. Повторите все слова. Я скоро ещё буду. Удачи! Удачи! Удачи!